Девушки отдыхают 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 всегда выходит навстречу чтобы открыть человеку глаза он не хочет чтобы человек был в слепоте в глухоте этого достаточно в этом мире многие думают что они живут только для того чтобы покушать поспать и его там 80 лет а потом в никуда именно библия открывает нам истину и смысл жизни что человек на земле временно а душа безлимитно вечно и что господь ожидает спасения человека сделали этого все что человек согласится примет это в свое сердце проживет жизнь для бога и уйдет в небеса именно библия дает нам такое откровение что когда настанет время нашего с тобой восхищения с этой земли за нами небесы придут а придут ангелы божьи ангелы божьи ангелы божьи мы вникнем с вами в священное писание зададимся несколькими вопросами о том как правильно научиться видеть и не важно что сегодня перед твоими глазами какая картинка нарисована этим миром или какие-то события в твоей жизни важно то что ты по-настоящему в этом видишь давайте первый текст священного писания мы посмотрим с вами написан 4 книги царств 6 главы 15 текстом и ниже я настолько благодарен господу что вот это событие связано с жизнью елисея елисея и его помощника она помещена в библию мне очень нравится эта история я положил в основании этой проповеди а вот именно это место священного писания 4 царств 6 15 библия говорит поутру служитель человека божьего встал и вышел и вот войско вокруг города и кони и колесницы и сказал ему слуга его обратите внимание увы господин мой что нам делать и сказал он не бойся потому что тех которые с нами больше нежели тех которые с ними и и молился елисей и говорил господи открой ему глаза чтобы он увидел и открыл господь глаза слуге и он увидел и вот вся гора наполнена колесницами конями огненными вокруг елисея вот представьте себе что рядом с елисеем был помощник мы всегда от помощников ожидаем что это будут очень зрелые выносливые очень бескорыстные с чистым сердцем ходящие перед господом люди которые будут понимать события которые будут опережать иногда когда ты только начнешь о чем-то просить или говорить человек уже на ходу все словил все понял и уже приступил к исполнению дела божьего я в свое время учился тому вот как мне покрыть любовью и терпением людей у которые делают что-то медленно я прямо впадал в какие-то искушения и думал если мне кажется что нужно что-то делать быстро потому что жизнь короткая нужно спешить и нужно как-то на лету все схватывать оказалось что не все мы одинаковые и что есть люди которые ловят все на ходу все на лету как легко с ними работать ты только махнул есть одного конца зала она уже поняла что ты ее замуж зовешь и говорит аминь я согласна а некоторым и ты пишешь и говоришь и во сне приснился и встретил и руку подал и там из пастор уже подошел поговорила она вообще не понимает узнаешь не понимает и вот есть вот по-разному люди реагируют и ему же и сказал сделать так вот этот пункт второй третий четвертый и потом он тебе на к в конце опять горит я опять ничего не понял и думаешь что за раздражение приходит оказывается мы все разные и духовный уровень у нас разный и даже с елисеем рядом был человек который молодец умел утром вставать встречать рассвет приходить присутствие божье но к сожалению в это в то прекрасное утро этот помощник елисея который должен был научиться лучшему глаза которого должны быть открыты сердце должно было гореть он должен был увидев эти колесницы забежать к елисею сказать слава богу настало время для великого божьего заступничества но он эти проповеди не сказал он пришел увидел огромное количество проблем которые искали их и первым что вышло из его уст а ты себя очень хорошо знаешь правда сначала из нашего сердца исходит именно от избытка сердца мы говорим правда когда в нашей жизни происходит что-то спонтанное случайная мгновенная очень быстро и очень резкая к чему мы не подготовлены мы провозглашаем от избытка сердца то что вот здесь есть а потом мы начинаем думать анализировать превращаться в интеллигентных людей и говорить как оно должно у нас совсем недавно был чемпионат по футболу и прямо перед наш чемпионатом все стоят все святые все в форме подтянуты бутсы завязаны щеки нарумянины все говорят аллилуйя господь с нами победа будет с нами все но когда ты начинаешь играть футбол слава богу я только со стороны успевал махать им рукой и говорить беги туда беги оттуда то есть сам уже этим не занимаюсь но смотрю вот мы играли в чудесном святом городе пермь благословенном да думаю да ладно пермь у нас в омске такие хорошие перед игрой все святые все чудные но как только случайно абсолютно спонтанно тебе стукнули по ноге вдруг от избытка сердца выходят фразы слоганы глаголы направления желания пожелания посланничества и знаете у нас в омске как-то жестко с этим если ты только там что-то провозгласил халдейская тебя сразу красная карточка и тебя с поля и говорят иди за стану и ты там сидишь там бутсами завязанными в других городах там сказал провозгласил там еще что-то я подхожу к суде говорю товарищ судья ну разве ну вот это ну вы еще не слышите что ли но он говорит так у нас просто как бы ну сказал замечание я говорю а что это значит замечание думаю все таки омск уступает перми слава богу пермь благословенная наше руководство там поэтому все у них лучше чем у нас аминь но я понял что многие люди они внешне очень молодцы вот все правильно иногда скажут если они подготовлены но от избытка сердца когда мы как христиане годами идем за богом сталкиваясь какими-то жизненными обстоятельствами которые по не по нашему сценарию идут у нас от избытка сердца выходит вот мягко сказано вот это слово помазанника божьего который был так близко к пророку величайшему он увидев проблемы он не воскликнул аллилуйя настало время великого божьего заступничества чудес и знамений он сразу провозгласил то что провозглашаю я ты вот то что в начале исходит из наших уст и мы кричим это великое увы а я понимаю что бог который привел нас к себе в первая его задача научить его детей правильному пророческому видению когда приходят обстоятельства которые стесняют давят жмут ломают чтобы нам не кричать увы как соответственно ну следствие того что мы чувствуем а реагировать на это знаете как реагировать словом божьим реагировать тому чему нас учит господь потому что чем мы тогда отличаемся от всего этого мира очень много увы беда голод очень много болезни аресты какие-то другие ограничения мы склонны почему-то в начале видеть все в негативном свете но давайте поймем что для нас является фундаментом нашей жизни что является для нас критерием почему мы должны отличаться от этого мира как мы должны реагировать на проблемы а я вам хочу сказать вы именно в той церкви который научит вас истине что проблемы после того как вы пришли к богу они будут продолжаться и сегодня стоял здесь один брат драгоценный который говорил к нам о пожертвованиях да вы помните этого божьего помазанника и вы знаете я вспомнил одну историю когда кто ли в прошлом году то ли еще как-то на рождество ангелов он нагрузил к себе в машину а он не находится в штате сотрудников церкви он там трудится там работает там за свой счет что-то делают и там мы нас не хватало транспорта и мы говорим кто поможет там ангелов надо куда-то отвезти но наши же жизненные ангелы их возить надо это небесные летают их возить не надо а за наших еще и за бензин надо заплатить ну вот а он говорит я готов отвезти и он взял этих ангелов нагрузил себе в машину поехал куда-то там раз я радуюсь там ангелы тут эти и тут эти подарки детям дарят эти в детский дом едут эти идут в одинокую семью там детки плачут потому что там никто им внимание не уделяют наши ангелы к ним приходят проповедуют евангелие тут такой звонок тут такие фотографии я думаю что такое где радость закончилась и он будучи служителем божьим в самом эпицентре служения господу попадает в жуткую аварию на перекрестке к эта машина бабах сносит его транспортное средство на пополам выгнула ангелы куда-то там и все вот это произошло и ты думаешь по как это вообще может быть ведь ты же только богу стал служить ты же только сказал я ты должна же тебя сопровождать защита должна сопровождать великое благословение бак бензина должен постоянно наполняться сверх естественными путями пища появляться щита покрываться ты же богу служишь откуда проблемы но как оказывается жизнь показывает нам что проблемы есть и проблемы будут атаковать и враг дьявол он тоже видит кто желает угодить господу он препятствует изо всех сил от самого начала когда человек только принимает решение прийти в церковь ему говорят приди бог ждет бог любит он хочет снять с тебя грехи человек с вечера говорит все 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 иду утром иду но когда наступало утро вспоминать что с тобой происходило то канализация забилось то водопровод замерз то ботинки исчезли то соседи на свадьбу позвали то снегом все завалило то еще что-то и говорят не сегодня кто создает эти препятствия враг сатана для чего чтобы человек не познакомился со христом лично но когда ты уже начал служить и ты говоришь наконец-то теперь моя жизнь полное служение у меня проблем теперь не будет волос моей головы не упадет но волос слава богу с его головы тогда и не упал кстати просто машину сломали очень жестко и он говорит что делать я с ним помню общался мне как фотографии прислал я спрашиваю кто-нибудь пострадал не дай бог нет никто не пострадал просто транспортное средство до единственный был источник дохода на который он там работал таксовал что-то еще делал и вот связался с верующими теперь вообще без машины остался знаете поэтому я помню ну его глаза как бы вы видели его глаза да он еще не женат и глаза добрые такие нежные благословенные как посмотрит там знаешь хочется вот как-то брату помочь познакомить с кем-нибудь из сестер но также он и на машину на свою смотрел понимаешь как вот жизнь без без жены вот так как сломанная разбитая машина смотрят глазки такие добрые и слезки текут и думаешь ну все было хорошо вчера потому что ты богу не служил сегодня стал служить атаки 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 проблемы проблемы проблем но только мы должны научиться с тобой правильно мы смотрим с тобой на одно и то же смотрим на сломанную машину что мы видим вот я разговариваю с ними игры что ты видел он говорит я видел полный конец я конец вообще видел я вообще уже ничего там не видел у меня последняя была машина единственная и говорит и все и теперь и она сломал и денег нет на ремонт я говорю время прошло как оно все было и он говорит бог стал меня благословлять откуда-то я взыскал господа приходили финансы люди средства возможности раз уже появилось крыло капот стекло заменилось раз 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 уже на ремонт уже машину поставил уже все уже думаешь какие то это разве проблемы вот сейчас у меня осталась проблема машину говорит надо забирать это мне свидетельство рассказывал с сто и три тысячи рублей последних надо и говорит денег вообще нету иду говорит в церковь иду захожу в церковь и меня встречает один брат и говорит о ты говорит мне нужен как раз пошли за мной завел его за поворот и говорит на тебе конверт открывает конверт ну скажите вот вы поняли уже все в конверте там не долговые расписки нет там три тысячи рублей он говорит вот так разве бывает вот кто знал вот кто знал бог знал и и теперь когда ты смотришь что ты видишь когда ты видишь проблемы атаки сложности аварии и многие другие моменты которые идут не по твоему сценарию что ты видишь я вижу как бог через эту проблему желает приблизить меня к себе открыть мне свое сердце показать мне свои чудеса и изменить мою жизнь просто изменить мою жизнь хочет очистить мое сердце потому что до проблем мы такие умные у нас на все вопросы есть ответы когда мне на рука рука положили меня на пастора задайте мне вопрос да я был человеком который знал ответы на все когда меня только рука положили я был такой умный такой знающий только вот с годами я все стал тише и тише думаю ага умный меня нет ответов на все вопросы я понимаю чем скромнее тем лучше чем проще чем тише потому что дай место господу не занащивайся потому что бог будет приходить и работать с во своим сердцем он видит к чему мы привязаны он знает как мы себя чувствуем когда мы едем на этой машине на моя машина зачем жена и когда есть машина на газ на братьям я говорю братии не гоняйте братья не гоняйте они приедут себя затонировали к братья растонируетесь братья растонируетесь потом приезжают там сотрудники дпс им тоже говорит братья растонируете столько раз за штрафы определен Он не слушает просто так. Потому что мы думаем, а Бог видит, к чему мы прилеплены. И иногда проблемы нас очень хорошо отлепляют от каких-то идолов, от каких-то вещей, которым мы не нужно к этому прилепляться. Поэтому, когда сегодня приходит какая-то проблема, конечно же, первая реакция, ну как-то, знаете, вот хочется закричать, увы. Потому что все те проблемы, которые были вчера, это были такие. Но сегодня такая проблема, это вообще, это король всех проблем. Это самая главная проблема. Не знаю, как с ней справиться. Вот это первая реакция. И очень часто даже верующие люди, нет, чтобы задать Богу вопрос, не за что мне это, Господи, а для чего мне это, что ты хочешь мне сказать, как ты меня хочешь научить, от чего ты меня хочешь избавить, что, Боже, в этой ситуации я должен, какую мудрость получить. Мы сначала кричим, увы, мы сначала начинаем роптать, мы сначала задаемся вопросом. Я себя на место слуги ставлю, думаешь, не утро прекрасное вышел, увидел огромное количество колесниц и плакаты, ищем Елисея и его помощника, где он. И знаете, и ты кричишь, увы, погибли, негатив, страх, атаки. И думаешь, вот вся наша жизнь, очень часто, вот, как реакция на любые испытания, только идут какие-то переживания, переживания. Я вам хочу сказать, чтобы мы научились с вами, и из этой проповеди в том числе, увидеть правильно и увидеть, что же Бог хочет сделать, как Он хочет открыть наши глаза. Вы знаете, тогда ты намного легче и правильнее будешь реагировать на какие-то события твоей жизни. Столько беспокойства, столько тревог, и еще христиане носят в своем сердце. Я не за равнодушие, я не за то, что у тебя тут горит, тут топит, у тебя здесь болеет, здесь рушится, а ты такой, знаете, невинный, идешь, как Миронов по полю, помните, с этим, не по полю, а по воде, идет, и такая великая аллилуйя, и ты потом не чувствуешь ничего, у тебя, у тебя Господь тебя несет над землей. У нас есть проблемы, у нас есть атаки, но Бог сверх сил еще никому ничего не давал. Он знает, как проработать с твоим сердцем, если ты по-другому не услышал, могут прийти такие землетрясения, они испытают твою веру, они твое состояние, как золото огнем очищенное. Потому что, когда ты пережил испытание, посмотрите, все, что пережило испытание, все, что надежно на этой земле, оно очень дорого стоит. Все, что надежное, стабильное, хорошее, о, за это готовы люди платить. Зачем нам нужны мужья для сестер, которые во время медового месяца Бога любят, жен любят, а потом исчез куда-то, потерялся. Не платить не хочет, ни того не хочет, ни этого не хочет, верность не соблюдает. Нет, любая сестра, молясь за своего будущего мужа, вымаливает себе просто, ну, минимум какого-то духовного Илью Муромца, такого, который будет надежный, крепкий, за его спиной. Ты будешь всегда чувствовать себя безопасно, сыто, довольна, и все у тебя будет хорошо. Никто не вымаливает, Боже, пошли мне так себе туда-сюда. Ни большого, ни маленького, ни плотного, ни худого, ни сильно духовного, чтобы не замучил служениями, ну, и недушевного, чтобы там мы... Знаете, даже сам Бог будет смотреть и думать, тебе кого конкретно надо-то? Любая здравомыслящая говорит, Господь, пошли мне Павла, пошли мне Петра, пошли мне, чтобы я могла тебя любить, ему доверять, и вместе с ним Господу служить. Потому что поженятся, поженятся, потом смотришь, не служат. А что не служите? Проблемы пришли, семейная жизнь, быт захлестнул. Зачем тогда нужно было жениться, если у вас быт захлестнул? У вас тогда был быт, быт на минимуме, но вы хоть Богу служили, вы хоть уделяли Ему время служения, экономику, репетиции и так дальше. А сейчас вы стали как-то жить, теперь уже друг с другом, вроде бы легче должно стать, вместе-то служить Господу. Наоборот, оставили, охладели, остыли, занялись чем-то другим, за каким-то соперничеством побежали, укомфортабельнее свою как-то жизнь. Для чего? Поэтому, когда мы молимся, мы ожидаем, что Бог пошлет нам надежного, переплавленного, верного. Также и братья, молясь за жен, они тоже должны четко характеризовать, Господи, я вижу, моя жена будет благословенная, верная, святая, плодовитая, интересно. Женился, он потом прибегает и говорит, пастор, да вот нас это самое, мы тут приехали, рукоположили, говорю, в общем, повенчали, ну рукоположили их на венчание, на жизнь долгую и благословенную. Она говорит, я не хочу рожать, что мне ей передать? Я говорю, что передать, говорю, ну передай, что как бы надо. Она говорит, не хочу, давай сами поживем. Я говорю, а ты этот вопрос-то с ней поднимал до свадьбы? Да нет, как бы, что-то как-то думал, естественным путем она сама понимает, что надо развиваться, двигаться. Вот, а она говорит, а я не планировала. Я думаю, конечно, братья, вы тоже должны четко формулировать, что вы видите в своей семье. Нормально, познакомился, сразу сходу ей говори, пять детей минимум. Смотришь, если не упала в оморок, твоя. Если зашаталась, говорит, сейчас я позвоню кому-нибудь из своих сестер-то, посоветуюсь, как бы уже задайся вопросом, она или нет. Поэтому старайся договариваться, но старайся и в духовном мире, молясь, вот сформировать свое будущее, показывать свои желания, потому что Бог, Он и желания праведников исполняет. И я верю искренне, зная, что Бог даст несравненно больше, о чем ты просишь или помышляешь. Но если ты не просишь или не помышляешь, извини меня, потом ты получишь то, что думаешь, подожди, подожди, я этого не просил. Так ты ничего не просил. Надо просить, надо просить. И Елисей, обратите внимание, когда прибежал к нему его помощник с этим великим, увы, он не пришел, не сказал, а ты слепой, а я-то все вижу. Здесь такая огромная армия Божьих, они все за нас, они кругом Елисея. Нет, он сказал, для него было важно, Господи, открой ему глаза. Хотя мог бы сказать, ты не переживай, забудь, оставь, иди поспи, и все нормально будет. Нет, он сказал, открой ему глаза. Боже, открой ему глаза. И написано, Господь открыл ему глаза. И вдруг он увидел, что вокруг тех, которые пришли по их душу, еще больше огненных колесниц, которые были кругом Елисея. Елисею было важно, что тот, кто рядом с ним, правильно видел. Любой может увидеть проблемы, но за проблемами увидеть чудо может не каждый. Кто? Только тот, кто в Духе Святом. Как правильно научиться видеть? Как правильно? Мы одно и то же смотрим, но по-разному все видим. Почему? Давайте посмотрим какие-то несколько шагов, которые помогут нам правильно делать духовные выводы о происходящих жизненных ситуациях. Итак, первое. Как научиться видеть? Первое. Вот я смотрел свое сердце. Смотрел свою жизнь, смотрел свое служение, смотрел на какие-то вызовы, которые мне приходилось проходить. И я, как бы пропуская это через свое сердце, думал, анализировал, что мне всегда препятствовало. Вы знаете, что препятствовало мне, когда Бог давал какие-то поручения? Первым приходил страх. Я думаю, я какой-то не такой, что ли? Ну почему меня атакует страх? Ну почему меня атакуют сомнения? Ну почему первыми мыслями приходит, что это просто невозможно, не получится, не произойдет? Или второе. Завтра, не сегодня, не говори, не провозглашай, не молись, не мечтай. Ну почему так? Я не знаю, а у вас как? Атакует ли вас какой-то страх, сомнения? Когда что-то в вашей жизни, какой-то новый вызов, новая возможность, когда Господь к чему-то побуждает? Давайте посмотрим первый текст священного описания. Написано это 2 Тимофею 1 глава 6 и 7 текст. Библия говорит, по сей причине, говорит апостол Павел молодому пастору Тимофею, напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, знаете что? И силы мудрия. Вот апостол Павел, возлагая руки на помазанника, он видел огромный потенциал силы, что пастор молодой Тимофей, он исполнит волю Божью. На нем есть дары, на нем есть предназначения. Но вдруг он пишет ему впоследствии послание и говорит, нам Бог не дал духа боязни, на тебе мое рукоположение с целью, в твоей жизни есть дары, потенциал, ты можешь быть более эффективный, почему ты допускаешь страх в свое сердце? И вот это слово о том, что Бог дал нам не духа боязни, но силы любви и целомудрия, я задаюсь вопросом. Павел называет страх не просто неким таким эмоциональным временным состоянием, которое внезапно атаковало твои мысли. Он называет этот страх как словно дух, дух боязни. И я задаюсь вопросом, Боже, почему так быстро в мою жизнь приходит прежде всего страх? И ответ я слышу простой, пока вы здесь на этой земле, пока мы здесь в эфире вместе с вами, дорогие друзья, телеканал ТБН и Вера 24, если хотите дослушать проповедь до ее финала, переходите, пожалуйста, на канал Церкви Жатва, мы будем вас там ожидать. Итак, и я вижу в своей жизни и в своем служении, что страх приходит прежде. Но Павел говорит, это дух боязни, который верующий человек должен побеждать. И если вы получали какой-то вызов в жизни и служении, и сказали, как сегодня, допустим, я общался там с некоторыми братьями, я говорю, тебе надо проповедовать, тебе надо служить, и всякий раз я слышу одно и то же. Не сейчас, я не смогу, я в оморок упаду, я все забуду, я пока все пойду до алтаря, я не выдержу этого накала. Я понимаю, что братья... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова